12 октября друзья первый заморозок я вам скажу уже сегодня смотрите первый заморозок люди заводятся сегодня в днепре ночь прошла спокойно при том что было очень много тревог сегодня ну реально очень много тревог всю ночь они были по моей информации по информации телеграм-каналов ничего не прилетело слава богу я этому очень рад хотя напомню что тревоги были всю ночь кошмарят никопой как обычно в общем такое творится что наткнулся на одно видео сначала думал что так не может быть но оказывается все может быть я вам хочу показать сейчас и нам очень важно создать образ врага который будет отвечать истинному месту то есть это русские люди которых вселился бес и мы идем их не убивать мы хотим чтобы их переубедить но если вы не хотите чтобы мы вас переубеждали и мы вас убьем сколько нужно убьем миллион пять миллионов хоть всех истребил пока вы не поймете что вы бесноватые вам надо лечиться интересно сначала говорили что они нас освобождают от кого-то вообще-то потом что они воюют с нато оказывается нет они пришли нас убивать походу я надеюсь что не все люди россии так настроены реально вот самый главный бесноватый у них это зеленский вот это просто бесноватая троня такой знаете гитлер 2 я могу сказать с уверенностью что ваш путлер реальный террорист убийца и террорист реальный пока вы не поймете что вы бесноватые вам надо лечиться вот самый главный бесноватый у них это зеленский вот реально получается что вбили в голову вот как работает да пропаганда российская это же надо за восемь лет так подготовить людей до вбить в голову эту дурь всю я просто в шоке что люди настроены и их теперь уже не просто не не переубедишь ни в чем мне кажется это даже бессмысленно просто бесноватая троня такой знаете гитлер 2.0 гитлер 2.0 таким махровым там национализмом махровой русофобии как они там режут рузню да вот женщина перерезать это же просто это кровавые бесноватые сатанисты можем сказать сатанисты ну если с точки зрения христианской мысли посмотреть а если светским способом на это посмотреть это антисистемники либералы потребитель то есть глупые люди глупые люди которые не в состоянии разобраться в том что происходит но они тоже все равно поймут что уничтожая их руками их руками россии они увидят что они делают россия до не дойдет тоже даже до них дойдет даже до них дойдет но нам нужно вот до какого-то предела то есть нам нужно показывать такую решительность чтобы они поняли чтобы они поняли что несмотря ни на какие усилия не смотря ни на какие жертвы мы дойдем в этой победе до конца мы победим в этой войне конечно конечно ты победишь обязательно вы победите сто процентов даю будете так побеждать что оставитесь на нашей земле удобрять землю вот это вы победите то есть он говорит что мы что-то там не понимаем а на самом деле вам вбили в голову непонятно что вбили то что нужно идти и убивать вы тут все за деньги вы же за деньги тут воюете посмотрите канал владимира золкина ни один не одно видео да допустим проанализируйте вы же нищий народ ну большинство нищий народ который идет воевать за деньги грабить мародерить все ну да есть есть конечно же такие моменты что некуда деваться там призвали упаковали до забрали на войну сдавайтесь ну что нибудь придумать вы же идете в чужую страну и не рассказывайте как нам жить сидите у себя и решайте что ваш путь ли решил за территории немножко отгребки дал чужих чужой территории короче не хочу я на эту тему разговаривать особо все равно это бессмысленно с вами насчет этого разговаривать я уверен что я уверен что есть адекватные люди в россии которые понимают все происходящее я таких очень поддерживаю людей которые понимают а вот таких как вот это на видео я не знаю что ему убили в голову сегодня реально холодно друзья первый приморозок не знаю реально я замечаю что потихоньку начинают желтеть уже листья на деревьях короче зима подходит это меня не сильно радует а вообще я вам скажу что погода это вот такое главное чтобы не было войны и пролетов и так далее чтобы закончился этот весь цирк и геноцид вот этот шоу они делают с нами ракетами ракетными обстрелами вот этими всего сейчас я вам покажу как припарковался человек вот смотрите то ли сломался наверное я не знаю прям на перекрестке стал ну откати ты его протолкай где-то поставь это просто же смотрите на деревья вот они уже желтеют реально на глазах но это есть какие-то сорта деревьев что там вообще уже желтые полностью листья ой хорошо с печкой ехать потому что за бортом реально холодно друзья мои но я вижу что солнышко выходит и будет все хорошо главное чтобы тихо было и спокойно этот тоже меня очень сильно волнует людей много люди крутятся все дорожает а у нас правительство выделяет не на войну денежку не на поднятие пенсии там социальных выплат там помощи переселенцев и так далее вы только вдумайтесь у нас заложили денег 90 или сколько там миллиардов на строительство дорог друзья нет чтобы закупить там бронежилеты там какие-то я не знаю что-то для войны там дроны там помощь армии я не знаю мотивируйте друг других людей заработной платой там оплачиваемой какой-то работой я не знаю не на дороге ну сейчас это что актуально вот эти дороги я не могу понять когда война идет стране когда летают ракеты пво-шки купить я не знаю что-нибудь полезное а он и жулька бежит дюлька эх ты ж морда ты жрать тебе везу одно ей хорошо она не понимает суть происходящего по ходу ей просто прекрасно жизнь идет своим чередом ах и джулька ай блин это ничего сейчас будет кушать сейчас дадим джулька да жрать будешь там она не отказывается иди сюда морда сейчас будет да 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 обязательно уже воробьи ждут чтобы у тебя дохавать там говорил показать на что я снимаю там людям ну в другом ролике тоже надо с другого гаджета снимать сейчас высыпем да хотя ты у нас не голодная тебе дают 7 утра все подряд да ох радости полные штаны да 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 Так, друзья Настраиваемся на хорошее Верим только В то, что все будет хорошо День обещает нам быть Теплым, светлым Прекрасным, тихим и мирным Всем мира и добра С вами был Александр и на связи А мы погнали дальше Нас ждут большие дела